Ну вот и Hatred. Игра, которая вызвала столько шума, столько полемики и показала, насколько люди все-таки лицемерны. Ну не все люди, конечно. Но я видел на сайтах, форумах, по трейлерам этой игрульки множество обсуждений на эту тему по поводу политкорректности этой игры. Я не знаю, вызывал ли первый Postal такую шумиху. Вышел в год моего рождения в 1997-м, тогда даже с плюшевыми мышками не играл, не то что в видеоигры на компьютере. Да, все уже давно поняли, что Destructive Creation, польские разработчики были вдохновлены первым, именно первым, не вторым, Postal. Тот же концепт, тот же геймплей, та же камера все-таки, ну и управление в местах похоже. Однако Hatred все-таки поудобнее и привыкать к нему быстрее. В Postal такое же управление, как в шутерах от первого лица, можете представить, да? У меня руки из правильного места растут, поэтому я привык очень быстро и к Hatred'у, и к Postal'у. Хотя да, к Postal'у нелегко привыкнуть. О чем же я говорил? Ну да, люди в интернете приводили адекватные примеры, что в том же GTA можно делать то же самое, что и в Hatred. Те им отвечали и орали с пеной изо рта, то есть с капсом и с тысячью восклицательными знаками, что те убийцы и психопаты и неравновешенные. Даже кто-то сказал, что он найдет и зарежет. Да я не знаю, это иронично что ли, я не знаю. Люди, которые играют в такие игры как Hatred, они намного пацифичнее, чем обычные пользователи интернета. Ладно, я уверен, что это не просто шутили насчет зарезать, но... Но блин, какой-то перебор все-таки. Ладно, об этом чуть попозже. И так, Hatred начинается так же, как и первый трейлер этой игры. Главный герой, скорее антигерой, выходит из дома и начинает поливать всех свинцом. Интересная завязка. Ладно, сарказм в сторону. Давайте поговорим серьезнее на эту тему. Большинство считает, что в этой игре нет вообще никакого сюжета, и каждый уровень между собой никак не связан. Ну, это, конечно же, ложь и провокация. В Hatred есть сюжет, и все уровни с собой связаны, и этот сюжет не составляет какой-либо трудности его понять. Да, он очень легкий и глупый, может, местами даже смешной. Я лично в конце немного смеялся. Такой вот я. Да, немного странный. Ну ладно, там какая-то мораль истории есть. Думаю, те, кто очень любит игры и считает их искусством, как я, то он вполне найдет мораль даже в такой игрушке. Да, это далеко не Heavy Rain, не La Noire. Однако, меня эта игра заинтриговала. Я весь геймплей хотел узнать, что же случится с антагонистом в конце уровня. Ну что, может, полиция все-таки его застрелит, и все, и конец игры. Да, в этом плане игра мне очень понравилась. И если и вам понравился сюжет в Hatred, посмотрите фильм «Ярость» от печально известного режиссера Уве Болл. Вам должно понравиться. Да и отношение к Боллу изменится. Теперь об атмосфере. Она есть. И она офигенна. Очевидно, напоминает фильм «Город грехов» от Родригеса, и немного игру «The Darkness», особенно первую. Саундтрек тоже очень хороший, вписывается просто отлично. А также голос. Этот голос антагониста. Многие начали выдалбываться, что типа это просто дешевая версия Джона Сент-Джона, того чувака, который озвучивал Дюка Нукема. Но нет. Они оба хороши по-своему, и оба просто отлично подходят своим персонажам. Кстати, тот, кто озвучивал антагонистов в Hatred, он остался анонимом. Неизвестно, кто это, его имя. Но я уверен, что он клёвый и талантливый чувак. Без него бы игра совершенно не пришла. Давайте поговорим о графике. Игра использует Unreal Engine. Очень хороший движок с физиксом. Даже в чёрно-белом красе всё красиво и достаточно реалистично выглядит. А ещё система разрушений. Да. В моём любимом Battlefield это не так эпично смотрится, как тут. Ну, упала там башня или небоскрёбы пару раз по скриптам. Ну, офигеть. Ну, два раза это ещё круто. Но потом быстро, надоедает и даже мешает. Ну, тут нет. Тут наоборот, разрушать дома интересно и даже тактично. Как в самой батле, в принципе. Вы видите на моём видео, что у меня качество графики на минимуме, и всё выглядит убого. Даже в начале был фейл. Это, конечно же, очень большой недостаток. Эта игра не оптимизирована под AMD. У меня процессор и видеокарты от AMD. Так что мне пришлось всё на минимум поставить ради 60 FPS. Которые проседают иногда даже 20. Но из-за захвата видео мне вообще только 30-20 показывает. Это, конечно, ужас. Но разработчики выпускают патчи очень часто. Пытаются всё пофиксить. И у них получается. В момент релиза вообще ещё хуже было. В общем, графон присутствовал. А теперь самая острая тема. Это, конечно же, политкорректность. Я живу в свободной стране, так что я имею право думать, как считаю нужным. И вот моё мнение. Да. Идея того, чтобы играть за массового убийцу, конечно, может показаться сумасшедшей. Тому, кто не смыслит в играх. И тому, кто за свою жизнь только играл в Candy Crush на айфоне. Были такие игры, как Manhunt. Это полный трындец. Мне Manhunt нравится. Тоже из-за сюжета и геймплея. Но будем реалистами. Там убийства выглядят в тысячу раз ужаснее и кровавее. Поищите в интернете Manhunt Executions. Если вы, конечно, не слабонервны. А ещё очень часто слышу аргумент. В GTA не обязательно убивать людей. Что, блин? Первое, что ты начал делать в GTA, когда запустил, это водить читы и убивать всех на своём пути. Есть, конечно, люди, которые просто играют в GTA ради сюжета, как я, например. Но если даже так, если не убивать мирных граждан, то тебе всё равно придётся убивать полицейских. А чем это лучше? В полиции много людей, у которых семьи, дети, которые легально работают, помогая людям и защищая их. Нет, этот аргумент не подходит совершенно. Давайте что-нибудь другое. Игра оскорбительна? Как? Если подумать, то главные антигерои убивают всех. Вообще всех, без разницы, какой у тебя пол и какой у тебя цвет кожи. Он ко всем относится одинаково. К тому же, и детей, и животных в этой игре нет. Так что ничего такого шокирующего я не заметил. В Mortal Kombat и Fatality в тысячу раз жёстче, кстати. Разработчики сделали такую игру специально ради того, чтобы привлечь внимание? Нет, не думаю. Выпустили бы они игру и плюнули бы на патчи и прочее. Вы боитесь, что ваш 10-летний ребёнок станет маньяком после игры в Hatred? Так вот. Давайте я вам расскажу один секрет. Вы его родители. Да, я знаю, это шокирует. Это что-то новое. Вы, наверное, этого не слышали раньше. Но вот сейчас вы поняли, что вы его родители. И вы должны думать головой. И давать детям играть только в игры, которые им подходят по возрасту. На коробке с игрой и в стиме всё написано. Hatred не предназначен для детей моложе 18. Это официально. Все это знают. Даже логически, если подумают. Если ваш ребёнок, не дай бог, двинется умом из-за таких игр, вся ответственность лежит только на вас. Я начал играть в GTA Vice City, по-моему, лет в 10. Я не советую делать так, как я. Даже если я не двинулся умом и ни разу не убил никого в реальной жизни. Но если же вы видите, что ваш ребёнок здоровый, умный и может различить реальность от виртуального мира, то разрешите ему поиграть в такие игры, как Battlefield или даже в GTA лет в 15. Однако с Hatred Postal and Mancant, даже с Mortal Kombat, наверное, надо подождать. Но, когда вот он играет, сядьте с ним, говорите с ним на тему, что хорошо, что плохо. И я думаю, что все будут довольны и рады тому, что есть ещё понимающие и умные родители. Да. Ну, на этом, пожалуй, всё. С вами был Канадец, специально для Галдятины. Спасибо за просмотр и удачи. Я никогда не думал, что это было так легко, чтобы уничтожить моего района. Я чувствую их боли. И их страдания, которые выживают через мои веи. Это как наиболее интенсивное драко. И я потребую больше. Много больше. Много. Ах было их. Я прихожу, реабуемся на бесплатном Наоборот. Ах было бы! Ах было бы! Продолжение следует...